Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас новости интересные, а где-то даже скандальные. Но начнем по нарастающей. Селеста Сид опять переживает сильнейший стресс. Ее мама была госпитализирована в психиатрическую клинику, так как страдала от необычайно сильной депрессии. Дело в том, что у нее была обнаружена опухоль мозга и сделана срочная операция. А последствия вот такие. Во-первых, депрессия, во-вторых, потеря веса, ну и еще масса других проблем со здоровьем. Поэтому семья решила поместить ее в специализированную клинику, в которой недавно лежала и сама Селеста. Она избавлялась там от наркозависимости. Прекратили отношения Зулейка Ривера и Давид Безбаль. Ну, ничего особенного между ними не произошло. Просто поддерживать романтические отношения на таком расстоянии оказалось не совсем возможным. Давид живет в Испании, а Зулейка в Майами. Ну, во всяком случае, так объяснила ситуация Зулейка. Более того, сам роман не то чтобы был подтвержден, поэтому, собственно, и опровергать нечем. Адольфо Кубас дал пространное интервью, в котором, в частности, затронул свои отношения с Рикки Мартиным. Ну, вы наверняка помните этот грандиозный скандал в Испании, когда Адольфо пригласили на телевидение, а он в последний момент отказался. Ведущие программы расценили тогда это как трусость и косвенное подтверждение того факта, что Кубас и Рикки Мартин были любовниками. Боже мой, какой ужас! Так вот, Адольфо сейчас объяснил ситуацию. Он сказал, что сразу отказал испанцам, поскольку их интересовали только интимные подробности. А Кубас, на минуточку, большой актер на самом деле, а вот творчеством его как раз они совсем не интересовались. Про Рикки он сказал, что между ними существует дружба, что они друзья навеки. И Рикки один из самых его верных друзей, к которому он всегда может обратиться за помощью. Ну, а теперь приступим к главному событию недели. Вы помните, что в прошлый раз мы рассказали вам о расставании Эйса Гонсалес и Пепе Диеса. Ну, девушки надоели его личной изменой, и она его бросила. И я как-то очень злобно съязвила, что хорошо бы ему уже резиновую женщину завести. Потому что с резиновой женщиной никаких проблем не будет вообще. Граждане, вы будете смеяться, но именно ее он и завел. Точнее, силиконовую. А кто у нас силиконовая женщина? Правильно, Нинель Конде. И причиной ее развода с Хуаном Сипедой стала измена с любвеобильным юнцом. Почему я так говорю? А потому что Диосу 30 лет, а нашей девушке уже 42. Хотя везде последние 5 лет пишут, что ей не то 34, не то 35. Интересно, почему? Посчитать, что ли, не могут? Так вот, Пепе классический бабник. До Эйсы у него был роман с Белиндой, а всяких коротких интрижек и не счесть. И самое смешное, что все его девушки худые, как селедки, а тут его вдруг потянуло на пышные формы. А их у Нинель есть. Ну и что, что это силикон? Не важно. Итак, Нинель выступила с заявлением для прессы. Она сказала, что расставание было тихим и мирным, можно сказать, полюбовным. И вот Хуан Сипеда возмутился и дал интервью одному из мексиканских изданий, и сказал, что ничего такого и не было. Что они ссорились. Причем ссорились ужасно. Что Нинель, во-первых, изменщица коварная, во-вторых, кружка, а в-третьих, его детей на дух не переносит. Ну а кое-кто из близкого окружения святого семейства сказал, что Хуан устал от скандалов и глупостей супружницы. И верим, ума у нее палата. Ну что, Нинель теперь дает очередное интервью и обвиняет бывшего в психологическом насилии и нежелании иметь детей. Ну, психологическое насилие – это здорово сказано, а главное – оригинально. Тем более, что цену всем этим историям мы знаем. Нинуля девушка неизобретательная, и если уже выдумала одну версию, так всю жизнь ее и придерживается. Что с мужьями, что с коллегами по работе. Не можем не вспомнить цирк, который она вместе с Хуанитом устроила во время съемок «Море любви». Помните, как психологически издевался на дне нехороший Марио Семаро? Ой, ужас! Ну вот, а теперь награды героев нашла, и Нинель раздает многочисленные интервью и, обливаясь глицеридовыми слезами, рассказывает всю правду о своем муже. А, еще она говорит, что уезжает в Штаты. Ну, на самом деле, она будет участвовать в судейской комиссии на конкурсе «Смотри, кто танцует», который пойдет на универсион. Но я думаю, что там, в Штатах, уже оркестр заказали для торжественной встречи нашей силиконовой девушки. А Хуан встречается с молоденькой девицей, подружкой его собственной дочери. Надеемся, что деньги у девушки имеются и документы своего престарелого друга, которому 52, она проверила. Это просто необходимо сделать. Ведь Хуан не только супернеудачливый бизнесмен, но еще и двоеженец. Несколько лет назад нашлась таки тетенька, которая уверяла, что он женился на Нинель, не разведясь с ней. Ну, веселые люди, не правда ли? Бурдон на везде с показательными выступлениями. Ну, а на сегодня все. Ждем вас в наших следующих программах. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.